Россия в 2021 году увеличила ни сырьевой, ни энергетический экспорт на 36%, поставив на внешний рынок некую продукцию на общую сумму в 191 миллиард долларов. Слушайте, я когда это сообщение прочитал, долго думал. А что такого эффективные путинские менеджеры могли толкнуть забугор на такую-то сумму бабла, если это не нефть и не газ, и не лес, и не мех? Что за уникальный продукт Россия производит, которого там? Купили аж на 200 ярдов зелени, да неужели жигули наши? Или может быть российское программное обеспечение для несуществующих смартфонов кому-то шибко понадобилось? А может телевизорами рубин проклятые буржуины заинтересовались? Если честно, единственный ответ, который вот прямо напрашивается, золото. То есть понимаете, что происходит? Мы везем туда ценный металл, который всегда был и есть, и будет ценным. Получаем от них за него бумажки и фантики, и радуемся при этом. Вау! Мы экспорт на 36% увеличили. Вообще-то это называется разворовыванием страны. И дословно перевести на понятный язык вот это вот красиво завуалированное сообщение можно буквально следующим образом. 191 миллиард долларов. Ровно столько. В прошлом году жулики и воры спутиниздили. И вывезли из России, что кстати на 36% больше, чем сперли годом ранее. Начинаем! Слушайте, а мулька это о возможной войнушке с братьями-украинцами? Она меня вообще умиляет. Очень здорово по этому поводу высказался Невзоров. Я все равно лучше Глебыча не скажу, посему просто процитирую его великого. Ни одна страна в истории так тупо, так откровенно и так настойчиво не добивалась войны и не провоцировала ее, как путинская Россия в начале 2022 года. Браво, маэстро! Но это действительно уже за гранью, потому что пропагандистские дереволазы с таким упоением об этом рассказывают, нагнетают, возбуждая в людях ненависть. Ура, патриоты, радуются как дети. Аплодируют, как хорошо, что будет войнушка. Ухо мы им покажем! Совсем деградировали, опустившись ниже плинтуса. И как всегда, понты дорого обходятся налогоплательщикам. Вот, например, только переброска российских войск к украинской границе. Знаете, во что обошлась нам с вами? К 750 миллиардов рублей. К 750 миллиардов! Не понимаете, сколько это? Ну, в пересчете на каждого жителя, это если бы мы по 5000 скинулись каждый, включая стариков и грудных детей, теперь улавливаете. То есть нам могли бы раздать вот эти вот деньги хотя бы по 5000 на нас. Вот у меня семья, 4 человека, 20 тыр, мы бы получили, но нет. Эти бабки шайка Путина спустила в унитаз, и это еще не все. Во вторник, на фоне оголтелой милитаристской риторики российских чиновников, акции российских компаний снова упали в цене. На этот раз на 2 триллиона рублей. Короче, прибавьте к тем 5000 на человека еще два раза по 5, даже по 6. За один день российская экономика такую кучу бабла потеряла, и ведь еще никакой войны нет, пока они только болтают. До того, как рынок ценных бумаг падал в прошлую пятницу, он тоже об этом рассказывал, сколько еще народных денег нужно, простите, профукать, чтобы до людей начало доходить. Путин и компания занимаются ерундой. Это очень мягко сказал сейчас. Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия 5 минут. Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас. Справедливости ради нужно отметить, никакой войны, конечно, не будет. Дед войну не потянет чисто финансово. Да и околокремлевские элиты не позволят старику ввязаться в такой блудняк, им оно вообще не надо. Я считаю, что вся эта истрия направлена на одно. Через два года выборы, рейтинги бункерного в глубокой аднице. Надо дуракам подкинуть поводов для гордости, тем более сыграть-то больше не на чем. Экономика – провал. Внутренняя и внешняя политика – провал. Социалка – провал. Бедность заоблачная. Такого количества нищих не было даже в 90-е. Безработица туда же. На чем Кремлю выезжать? Вот и придумали войнушку, в которой, по задумке авторов, маленький, но гордый дедушка готов кинуть вызов всему миру, лишь бы НАТО на Восток не расширялось. Он типа за интересы крепостных, то есть соотечественников ратует. Вот только в такую копейку там с вами данный боевичок выльется. Впрочем, пропагандисты уже заряжены. Политические проходимцы, изображающие из себя оппозицию, тоже в прошлом выпуске рассказывал. Так что, боюсь, опять глаза дававаню объегорят. Это реальная журналистика. Все чудеса те и чудеса те тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Наш мир стремительно меняется. Сегодня мы живем в другом мире, отличном от того, каким он был еще 10-15 лет назад. Экономика становится цифровой, обратной дороги уже не будет, а значит пришло время изменить и себя, и, например, освоить востребованную профессию. Аналитик данных одна из таких нужных, востребованных IT-специальностей не только в России, но и в мире. Аналитики данных нужны везде. В продажах, в ритейле, в IT, в финтехе, здравоохранении. Вы будете собирать и интерпретировать данные, на основе которых бизнес сможет принимать верные решения и увеличивать прибыль. Именно поэтому профессия аналитика точно не утратит актуальности и лучше получить ее сейчас, а не ждать, пока аналитиками станут все вокруг. Средняя зарплата дата аналитиков 130 тысяч рублей, что очень радует. Кстати, более 60% нынешних спецов пришли в аналитику из других сфер. Бухгалтеры, экономисты и другие. Поэтому я рекомендую и вам курс аналитика данных от Skill Factory. Максимум практики, занятия с экспертами из Яндекса, Зон ВКонтакте, поддержка менторов на всех этапах обучения, стажировки и хакатоны, индивидуальная подготовка к труду, устройству. В общем, я действительно готов рекомендовать этот обучающий курс Skill Factory, потому что это отличная школа, и они отличные отзывы, оценка студентов. 4,7 из 5, делайте выводы. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на курс аналитика данных со скидкой 45% по промокоду журналистика. Пора становиться специалистом, которого ищут топовые работодатели. Поторопитесь! А Силуанов меж тем рассказывает, что пик инфляции в России пройден. Кстати, это уже пятый пик, который скреп держава победила за последние три недели ранее о пройденных пиках. Несколько раз заявлял коллега Силуанова решетников. Сколько их будет еще? В смысле вот этих вот пройденных пиков остается только догадываться, но цены в магазинах вы видите сами. Вот картошку на днях купил, 300 рублей за 5-килограммовую сетку или 60 рублей килограмм, друзья. Ну или вот. Вот, ребят, смотрите, туалетная бумага. 229 рублей без скидки. Еще год назад она 139 до скидки стоила. Год всего прошел. То есть на 38% эта туалетная бумага выросла в цене. А нам говорят про инфляцию в 8,5. Ух ты! А ведь не так давно нам рассказывали о рекордном урожае того же картофеля. Даже в Бурятии данного овоща совмудрились собрать больше, чем когда-либо. А еще о рекордном урожае подсолнечника. Суи рапса пили. Ну и я, конечно, не профессор и не великий путинский эксперт, но даже я понимаю, рекордные урожаи обычно ведут к снижению цен, но никак не наоборот. А для участников рынка, на всякий случай, переизбыток того или иного товара, особенно Скоропорта, создает даже больше проблем, чем его дефицит. Ну, элементарно, потому что этот товар нужно где-то хоронить и платить за аренду складов. За коммуналку этот товар нужно перебирать, чтобы не истлел. И платить за это людям зарплату. Если говорить о ритейлерах, они вообще не заинтересованы в хранении огромных запасов, например, овощей. Это деньги, потому что которые тупо лежат и даже гниют. Интерес продавца заключается в том, чтобы как можно скорее от этих овощей избавиться, продать их. Для Онова, как правило, снижают цену. Это законный рынок и от них никуда не денешься. Но мы еще раз только удорожание наблюдаем, а значит, да не было никаких рекордных урожаев. Опять нам наврали, как это делали последние 20 лет. Уже через 4 года мы планируем поставлять на мировые рынки больше объем продовольствия, чем ввозить в страну. Чуть не забыл, а в курсе ли вы, что федеральная антимонопольная служба запретила ритейлерам публично сообщать о возможном росте цен на продукты и вообще давать какие-либо ценовые прогнозы. Ух ты, вот это поворот. ФАС, правда, объясняет такое свое решение нежеланием создавать панику, когда перепуганное население бросается скупать все подряд на последние деньги, гречку, масло, макароны, неважно. Я, впрочем, вижу в том другую подоплеку, и она все та же. Выборы не за горами. Рейтинг деда нужно как-то вытаскивать из-за... Ну, вы поняли, вытаскивать надо рейтинг. А ценовые скачки это не очень популярная тема, особенно если еще и коммерсанты лодку начнут раскачивать. Вот ребята и решили поиграть в любимую игру, максимально дистанцировались от проблемы, предварительно запретив ее озвучивать кому-либо, а если и когда. Дело запахнет жареным, ну, народ начнет бухтеть, сделают вид, будь-то шибко удивлены, и свалят все на бизнес, который опять типа сговор мутит. Работает же это дурилка. Долгие годы работает. А я тут ни при чем, а я тут ни при чем, совсем я ни при чем. Ну и по традиции пару слов о модной болезни под занавес. К слову, а никто не знает, куда Дельта Штамп евался. Еще месяц назад нас им ух как пугали, а потом раз и сгинула зараза. Причем совсем, впрочем, сказать хотел не об этом, совершенно очевидно, что вопрос с пандемией задолбал весь мир, и историю этому надо заканчивать. Что собственно и происходит, уже из каждого утюга вещают, все это будет последняя волна, затем демоны самоликвидируются, но некоторые. Особо жадные господа не унимаются и пытаются хапнуть напоследок. Гинсбург тут насмешил. Очередным бредовым высказыванием цитирую. Живая вакцина смертельно опасна, только наша способна защитить и спасти. Если кто-то не понимает, что такое живая вакцина, это наш с вами иммунитет. Антитела получены естественным образом, но после того, как человек, например, переболел. Так вот, Гинсбург говорит, что это неправильные антитела, и они человека могут убить. Только его жижа является настоящей панацеей. К слову, в данной ситуации я не понимаю, почему РПЦ молчит. И православная общественность тоже, ведь по сути, старый маразматик, провозгласил себя мессией, заявив, что Бог-то создал нас несовершенными, а он Гинсбург. Бога в этом плане поправил, доделал за него недоделанное. Оскорблением чувств вирующих не пахнет, нет? Ладно. Закругляемся. Реальная журналистика. Спасибо, что вы слушали. Увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин